добрый день меня зовут дмитрий сегодня мы с вами поговорим о коншине автомобиля об управлении коншины автомобиля и как считывать и управлять коншины автомобиля через easy logic используя терминал galileo sky алгоритм у меня готов мы сегодня с вами его разберем как управлять как он делается а также некоторые особенности его работы каждый алгоритм начинается со старта устройств потом я даю ему 10 секунд подождать пока он загрузит остальные параметры следующие мы запускаем коншину и разрешаем отправку сообщений в коншину это позволит нам управлять приборами через коншины блоками управления также мы указываем индификатор в который мы хотим отправлять данные например это 100 индификатор также мы указываем что мы хотим получать из этого индификатора так как у меня 11 битный индификатор и соответственно мы указываем только 3 потому что больше нам не нужно больше он и не выдаст если у нас будет на 29 битные то указывается 004 ff 00 также с другими вот тут есть в индификаторе данного автомобиля hyundai x35 тут есть в сотом в пятисотом и в 104 все самое интересующее все остальное это по вашему желанию потом мы включаем прием ком сообщений принимаем кон сообщения это довольно легко тут настраивается айди кон сообщений который мы принимаем потом настраивается первая часть сообщений вторая часть сообщения а также длина сообщения так как есть кое-какие особенности работы с прибором то прибор получает не 8 байт сразу а по четыре байта старший байт и младший байт и соответственно первыми приходит у нас старшие потом младший его наоборот зависимости от того как работает к машины и что подключаете каким прибором в это все считывайте дальше у нас идет определение какой у нас сейчас пришел айди то есть это 100 500 либо 104 и дальше идет разбор сообщений после того как мы получили сообщение например это сообщение с айди 100 мы его раскладывать старшие байты вот младшие байты да мы получаем вот 8 байт на число также скажу есть особенность работы что они тут перевернуты приходит то есть если в обычной системе счисления числа идут с программирование считаются с право налево тут они уже перевернуты заранее в удобную форму слева направо чтобы можно было читать как обычные числа тут и мы указываем переменную в которой мы считываем ее при можно отсюда создавать создавать глобальные переменные также хочу сказать что прибору галилео sky не умеет работать с нечетными числами он работает только с четными десяти значными числами в десятичной системе счисления если быть точнее но все оставшиеся данные мы можем увидеть тут как и в 16 речной системе и в двух речной системе в десяти речной системе также зависимости от производителя кто производитель автомобиля ездит бекендалл и нету бекендалл если есть бекендалл то он переворачивает последовательность в обратную сторону чтобы можно было считывать по-другому можно тут получается от одного бита получать до 4 байт полностью то есть это очень удобно иногда бывает что пробег в два с половиной либо в три байта идет его можно просто выделить и сразу сохранять в какую-либо переменную дальше после того как мы сделали дальше разобрали сообщение следующий и так сделается следующим что очень кстати удобнее по сравнению с другим другим вариантом чтения я тут могу разложить сразу на байт и да и уже биты биты используйте сохранять биты в бит что очень удобно и пересылать на сайт два значения либо 0 это нету один и то есть нежели посылать экономичнее один байда и там расписывать 255 значений точнее 256 потому что 0 у нас тоже считается одним значением после этого мы выставляем задержку когда данные полностью прошли это индификаторы считались и до которые пришли дальше у нас есть скрипт который у нас сохраняет все эти данные в can так сказать в теги к на и дальше алгоритм отправляется у нас на дополнительное чтение то есть он так делает это 100 приходит он 100 и делает 500 и приходит он так делает 104 приходит он так делать есть например придет 200 так как 200 тут нету он вернется дальше пойдет пока не найдет тот который нам нужен вот так вот происходит у нас считывание алгоритма есть кое-какие особенности которые вам нужно знать для работы связи ложек на вам рассказал это понимание чтения справа налево либо слева направо но это уже когда будете делать и уже сможете разобраться и проверить благо тут есть диагностические сообщения и можно просто выводить данные которые вы считаете чтобы понимать правильно ли вы считываете эти данные с коншен автомобиля следующий этап это у нас управление коншен автомобиля у вас не получится управлять коншен автомобиля если вы не выбрали в камни шеф во вкладке камни шины обработчик easy logic и не запустили инициализацию коншен и тут можно конечно играться и так и так запускать по времени когда вам нужно но это неудобно нужно постоянно менять параметры следить чтобы они правильно поменялись и но можно сделать и так что касается закрытия открытия центрального замка у меня есть две команды это arm открыть и дарм закрыть да так как есть проблема с тем что коншена спит нам нужно найти специальный индификатор в которой если послать коншена будет активно работать индификатор как бы мне не хотелось а у меня идет в один нужно отправить один байт но так как есть определенная особенность работы мне приходится отправлять полностью всю длину 8 байт есть вот младшие байты и старшие байты так как система отправки тут идет в двоичной системе норы прибор работает только здесь личной системы поэтому мне нужно двоичную систему которым не нужно перевести в 10 в десяти речен и ввести сюда десяти речен и так у меня только в первом байте есть определенные значения просто их перевел и подставила в данное решение так как у меня вторая часть она пустая то соответственно я тут указал ноль после этого я сделал отправку в коншен следующие в сотом модификаторе если отправить команду также разбитую на две части первые четыре младших байт и вторые четыре старших байта я сделал полностью такую же систему перевел и отправляю команду после этого получаю ответ что машина открыта в машине сидишь и слышно щелчок либо я отправлял через телефон делала кнопки с виолона и такая же система на закрытие внимание если вы не пробудите коншину вас будет работать эти команды только если у вас не спит коншина вот этот индификатор позволяет разбудить коншину если вы не сможете найти такой индификатор который позволяет будить коншину вам придется будить коншину в каком-либо другом варианте чтобы можно было послать команды на закрыть открыть центральный замок то есть это поставить на сигнализации сигнализации да и также другие команды что касается работы и особенности этого нужно уточнять о технической поддержке галилео sky также есть техническая инструкция общая на 200 строй на 200 страниц и на 35 страниц пока по самому языку программирование свойствам также вы можете пройти уроки обучения у галилео sky получить сертификаты у них несколько стадий обучения это все вы можете уже уточнить конкретно у них если же у вас возникли какие-то вопросы ко мне и вы хотите чтобы он подсказал вы можете оставить свои вопросы под видео также не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал это с одной стороны очень хорошо стимулирует видно что видео смотрят и мне будет приятно что моя работа сделана не просто так благодарю вас за внимание до до свидания всем вам удачи